Придет время, когда наука опередит фантазию, писал Жюль Верн. Педагоги и руководители Центра «Точка роста», который расположен в школе номер 20 в Краснознаменском, убеждены, это время настает прямо сейчас. Процесс научно-технического прогресса не останавливается, технологии становятся все доступнее день ото дня. Мы очень рады, что у нас есть реализация такого национального проекта, как «Точка роста». Это федеральная сеть центров образования цифрового, естественно-научного, гуманитарного и технического профиля, организованная в рамках проекта «Современная школа». Однако не только для реализации образовательных программ предназначен центр. Он также выступает в роли общественного пространства для жителей сельской местности. «Точки роста» уравнивают шансы детей из сельских школ с городскими и предоставляют возможность обучения на современном оборудовании, современной образовательной программой, чтобы эти дети не отставали. Также есть еще программы дополнительного образования, где дети могут внеучебное время приходить, обучаться, открывать для себя что-то новое и не просто ходить где-то, гулять, а именно заниматься наукой. Академия социального управления является региональным оператором сопровождения центров «Точки роста» в Московской области. Проект был запущен в 2019 году. На сегодняшний день уже у нас в Московской области 365 центров. В школе номер 20 центр «Точка роста» работает уже несколько лет. Открывшийся в 2020 году он стал одним из первых в муниципалитете. В городском округе Щелково открыто 7 центров «Точек роста». В 2023 году будет открываться еще один центр «Точка роста» в Африаново в школе номер 25. Педагоги и наставники, руководители центра школы номер 20 поделились опытом с коллегами из других образовательных учреждений округа, где также открыты «Точки роста». Это изменение содержания и формы образования таких предметов, как технологии, информатика и ОБЖ. Именно благодаря тому оборудованию, которое поставлялось в комплект нашей поставки «Точки роста», эти предметы были реализованы в нескольких других формах. Получить навыки оказания первой медицинской помощи, обучиться обработке древесины с помощью современного оборудования, напечатать на 3D-принтере нужную деталь или изделие из пластика, создать сайт, заняться робототехникой и многое другое. Все это доступно в центре. Возможность самовыражения в техническом творчестве, успехи в проектной деятельности обеспечены. Анна Балиец, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.